Что будет, если каждый день убивать грудные мышцы и трицепс отжиманиями? На начальном этапе, как бы часто вы не тренировались, ваши мышцы начнут приобретать форму, так как дремлющие клетки начнут активироваться и заполняться гликогеном. Со временем вы активируете большинство своих спящих мышц и приведете их в тонус, после чего скорость увеличения мышечных объемов начнет снижаться. Для того, чтобы прогрессировать дальше, нужно будет создавать новые мышечные клетки. И здесь все будет зависеть от того, насколько грамотно вы будете тренироваться. Можно ли отжиматься каждый день? Это будет зависеть от степени нагрузки. Одно дело, если вы отжались 50 раз утром, и совсем другое, если провели полноценную тренировку отжиманий, состоящую из 10-15 рабочих подходов. Чем больше объем тренировки и нагрузка, тем больше времени нужно для восстановления. Таким образом, если отжимаетесь в виде зарядки, да, отжиматься каждый день можно. Если же полноценно убиваетесь разными видами упражнений, лучше тренироваться реже, давая мышцам время для восстановления хотя бы в несколько дней. А во время отдыха груди и трицепса можно тренировать другие мышечные группы. И от этого также будет зависеть частота тренировок. Например, если вы не выполняете ничего, кроме отжиманий, вы можете тренироваться чаще. Если же кроме отжиманий вы тренируете и другие мышечные группы, отжиматься нужно реже. Например, день полноценной тренировки груди и трицепса, затем через день полноценная тренировка спины и бицепса, и еще через день либо тренировка ног, либо снова тренировка груди и трицепса, в зависимости от вашей программы тренировок. Упражнения на пресс, плечи и другие более мелкие мышцы включаются в дни тренировки груди, ног или спины, как дополнительные упражнения. А если вы занимаетесь в зале, такие мышцы, как плечи, могут тренироваться и в отдельный день разными упражнениями. Все упражнения в домашних условиях как с гантелями, так и с собственным весом смотрите на моем сайте по ссылке под этим видео. Нажимайте на ссылку, переходите, изучайте и тренируйтесь. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр Добромиль, пока! Субтитры сделал DimaTorzok